5 Калиновская улица. Тихие дворики, школа, два детских сада. Свежий воздух, рядом лес. Местечко было бы райским, если бы не одно но. В среду наша съемочная группа стала невольными свидетелями поистине ужасающего зрелища. Мужчина и женщина в машине без сознания. Первое впечатление – люди мертвы, но они дышат, хоть и еле различимо. Парочка в наркотическом дурмане. По словам жильцов соседних домов, которые обнаружили коматозников, место это для наркоманов привычное. Часто такое бывает? Часто здесь. Здесь по этому месту часто. Ну, такой вот, что вот такого, первый раз я вижу. Наряды полиции, патрулирующие этот район, ровно как и наличие неподалеку детских учреждений, наркозависимых, облюбовавших этот район, никак не смущают. Вот здесь это скорое реагирование, то и дело машина стоит. Быстрое реагирование. Два норика тут. А ты знаешь, все равно. Вот дадим, что творят. Неизвестно, сколько времени парочка пролежала без сознания. Обнаружила их одна из мамочек, спешивших в детский сад за ребенком. Местные жители начали вызывать скорую, но это оказалось сложнее, чем кажется. С момента, как я начинала вызывать скорую, они приехали через полчаса. 9-1-1. Не сняла трубку ни разу. Скорая там соединение 3 шло. Потом дозвонилась до пожарных. Мне сказали, звоните 0-30. Ни разу не сняли трубку. Я дошла до домашнего телефона. 0-3. Ни разу за это время не сняли трубку. Я прям не вешала ее. И 0-30 тоже ни разу не сняли трубку. Потом мне моя врач-знакомая посказала 29-03-03. Я туда дозвонилась. Как итог, полиция прибыла на место через полчаса после обращения. Скорая еще через 15 минут. Хотя подстанция находится не так далеко. На улице Куконковых. Скорую вызвать невозможно. У меня было впечатление, что скорая поменяла номер телефона, и я его не знаю. Я вот так вот чувствовала себя. Когда скорая ни одного раза не сняла трубку. Причем параллельно я передала сыну, чтобы он звонил. Он говорит, мама, не снимай трубку. Доехать до больницы или что-то. И звонила моя знакомая врач. Никто не дозвонился до скорой. Транспортировать в больницу наркоманов в таком состоянии нельзя. Необходимо сначала привести их в чувство. Как тебя зовут? Как тебя зовут? Лишь спустя какое-то время коматозники начали подавать признаки жизни. Вердикт врачей. Жить будут. По информации полицейских, мужчина 1988 и женщина 1980 годов рождения. Скорее всего, муж и жена, либо брат с сестрой, так как имеют общую фамилию. После того, как медики поставят наркоманов на ноги, им предстоит визит в отделение полиции. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.